Всем большой привет! Сегодня приглашаю вас прогуляться со мной в не сетевой магазин Second Hand. Я дала ему подпольное название «Одинокий», потому что он располагается как-то отдаленно от всех. И первым делом, что я делаю, когда попадаю в Second, это посещаю отдел с обувью. Было несколько интересных кожаных вариантов, были даже трендовые батильоны на каблуке и платформе. Я даже положила себе в корзинку одну модель, в конце ее покажу. В этом магазине один зал и вещи есть как на тремпелях, так и в контейнере. Вот мама в контейнере нашла винтажное поло шерстяное, очень красивого красного цвета с раритетными пуговицами. Но если смотреть на просвет, то поло просвечилось. Немножко позже покажу его примерку. Ассортимент по большей части был уже зимний, это свитера, кардиганы, и тут мне выпадает это платье. Я не буду держать интригу. Вижу бирку. На ней указано, что это Шанель, размер S. Молния нерабочая. Мы начали искать вторую бирку, либо еще какую-то книгу, которая бы доказала, что это оригинальная модель, что это не реплика. Но, к сожалению, когда мы ее обнаружили, увидели, что там полиэстер в составе, немного катона, и поняли, что все-таки, скорее всего, это не оригинал. К слову, когда-то мы уже находили вещи Шанель. Это очень большая редкость, но случалось. Далее пошли по залу. Я нашла красивое платье от Тед Бейкер. Мне очень понравилось, что на синем фоне такие симпатичные лисички, деревья, как будто бы мультяшный принт. Я люблю кардиганы, и этот я тоже не могла оставить без внимания. Фирма Настегал Коллекшн. Материал 100% акрил. Ну, какой же у него незамысловатый фасон. А эта мама нашла головные уборы. Явно, что это хендмейд. Их было три. Вот такая вот вязаная кепка. Далее берет. Интересные цветовые решения используются. И вообще шикарная хендмейд шапочка. Это такая вот обвязанная уже готовая модель в фиолетовом цвете. Ну, а теперь давайте покажем примерку. Сегодня моделью будет моя мама. Первая вещь – это винтажный кардиган шерстяной, очень тяжелый, очень плотный. На черном фоне бежевые деревья, как будто бы в таком амбре исполнении. Также присутствует этнический принт. Вещь невероятно теплая, но она очень тяжелая. А это был следующий день после завоза. Пока мама примеряла, я пошла еще по залу посмотреть, что-то интересненькое может попадется. К слову, в этом магазине ассортимент разнообразнейший. Вот, например, нам попалась винтажная шерстяная жилетка красного цвета с объемной вышивкой. Точно так же рядом висели вещи от Буху из полиэстера. То есть тут нужно копаться и искать. Жилетка классная, все замечательно, но она маловато. И что тут мне не понравилось, как сзади на спинке вот этот пояс сформирован. Но вообще, как вещь из хендмейда, очень стильная. Это свитшот от бренда Allsaint. Серый цвет и такие как спадающие рукава. Она очень объемная, хотя на бирке было указано, что это размер M. Возможно, это мужская M. Вещи, которые я показываю вам сейчас в примерке, мы не купили. В конце видео я специально смонтирую фрагмент, где покажу, что же в итоге мы взяли. Сразу скажу, что вещей очень-очень мало удалось оставить себе. Вот этот свитер влюбил с первого взгляда. Сначала мы бирки не обнаружили и решили, что это хендмейд. Но явно на ощупь чувствовала, что это шерстяная вещь. Здесь интересное цветовое решение. Из окна немножко не видно. Тут сочетание коричневой и бежевой нитки. И рукава симметричные. Мне очень понравилось, как вообще связано, как все сделано. Потом в конце, когда я эту вещь взвешивала, и когда вешала ее обратно на тремель, увидела, что там есть бирка и есть брак. Вот такой вот интересный ситрок терракотового цвета, тоже шерстяной. Все симпатично, мило. Но мы с мамой пришли к такому решению, что прозрачные ажурные вещи – это не наши. Я даже не представляю, как его можно обыграть. То есть носить его поверх чего-то, либо в тон подбирать какой-то лонгслив. Но не совсем хотелось бы так заморачиваться. Вещь теплая, вещь красивая, но немножко не наш вариант. Также в этом секонд-хенде можно найти детские игрушки. Вот, к примеру, показываю набор юного строителя. Далее я пошла по мужскому ряду. Нашла футболку с Фредди Меркури, очень красивую. И вернемся в примерочную. Здесь мама примеряет тот поло, который я показывала вам в начале ролика. Вот так смотришь, да, красивая вещь. Но меня все-таки посмущало то, что некоторые нитки как будто бы, может, например, постираны. Либо все-таки это моль добралось. Ну, прям ярко выраженных дырок не было. Но на просвете какие-то белые полосы винились. Вообще модели очень актуальные. Сейчас полопопулярны. Мне безумно понравились пуговицы. Я знаю, что многие девчонки покупают в секонд-хендах вещи исключительно из-за фурнитуры. Мы так тоже иногда делаем. Но не когда это цена завоза, а, например, на распродажах. Либо вот мы недавно были в Хумане, тоже накупили очень много всего. И на днях я смонтирую видео с примерочной в Хумане. Расскажу об инциденте, который произошел в этом магазине. И покажу, что мы купили. Хотя бы частично, потому что все показать будет очень-очень тяжело. Вещей невероятно много. Мы еле-еле поместили их в мою машину. Вот сейчас, пока я монтировала это видео, я проанализировала, что именно из этого секонд-хенда у меня есть ряд моих самых любимых вещей. Кто смотрел видео «Моя коллекция кардиганов», я показывала там два классных свитера кардигана, которые я именно здесь купила. Так что, наверное, это один из моих любимых магазинчиков. А это я думала взять такую вот шапку. Она детская. Знаете, для чего? У меня же есть передержка животных, и я хотела делать им какие-то забавные фотографии. Можно было ее поиспользовать. Но потом я поняла, что в основном у меня на передержке, на пристройстве, именно маленькие котята. На них вот такая вот шапка будет большая. Поэтому найду еще ту, которая подойдет мне. Вот показываю интерьер этого магазина. Он, конечно, очень интересный. Мне безумно нравится эта мозаика. И давайте снова вернемся в примерку. Здесь мама примеряет красивый джемпер голубого цвета, шерстяной. Нам не понравилось, что рукав и не три четверти, и не длинный. И как-то все-таки куцевато сидел, как по мне. А вообще модели подобные этому джемперу мне очень нравятся. Зимой, осенью мега комфортно. Просто накинуть можно на голое тело, можно на рубашечку. Добавить какие-то акценты, например, брошку, либо бусики. И будет и тепло, и комфортно, и стильно. Ну а сейчас покажу вам обувь, которую мы думали покупать. Это фила, оригинал, классный, такие стильные, лавандовый цвет, с желтым, с розовым. Я изначально не глянула на размер, думала себе возьму. Но оказалось, что они 41 размера, но маломерные. Мама говорит, ну вот тогда я, возможно, их куплю. Мы начали рассматривать внимательно и обнаружили, что уже на них есть трещинки. Не на подошве, а на основном изделии. Ну а вообще модель такая под боленсягу за кос, очень красивая. Ничего, найдем в секонд-хенде в идеальном состоянии. А покупать вещи, тем более обувь с браком, нет смысла. Хотя раньше мы могли такое сделать, будучи на 100% уверенными, что сможем обувь восстановить. У нас был очень хороший сапожник, который просто вот из таких убитых моделей мог конфетку сделать. На выходе я еще раз решила осмотреть аксессуары. Приглянулся вот этот вот шарф такой симпатичный. Чувствуется, что это шерсть и на нем такие объемные цветочки. Итак, показываю, что в итоге мы купили. Первая вещь это бренд F&F. 100% кашемир. Очень красивого салатового цвета шарф. Он... Сейчас покажу белочку поближе, чтобы было видно, что это кашемир. Сейчас фокус-фокус. Надеюсь-надеюсь. Так. Вот, видно. Сейчас я его привела в более такой презентабельный вид, потому что когда мы... Это была трубочка, я его прогладила. Вот еще немножко края завернутые. Ну, это все поправимо, это можно восстановить. Он просто бесподобный на ощупь. Очень-очень мягкий, очень нежный. Мне сейчас нравятся монохронные образы, когда, допустим, total один цвет. Допустим, пусть это будет total black, total gray, total white, белое пальто, белые брюки, белые ботинки и какие-то яркие бросающиеся аксессуары, такие как вот этот вот шарф. А вторая вещь, это кофточка от бренда Missguide. Это мой фаворит. Это вязаные изделия. Это кто-то не крючком старался вывязывал, а, видно, машинные. Здесь на бирке почему-то стоит ценник 80 гривен. Я так понимаю, что это в другом магазине она продавалась по такой цене. Мы купили ее на вес. Очень люблю вот такие вот позиции. У меня есть, я показывала. Кстати, в этом же секонд-хенде купленная в черном цвете кофточка. Буду носить ее и на купальник, и как-то стилизовать. И я хочу в свой аккаунт Showroom Trendy Forever добавить к качеству разнообразия вот такую модельку. Мне безумно нравятся такие изделия. Я весь дом сейчас декорировала вязанными позициями. Мне и салфетки, и скатерти нравятся. И в гардеробе нравятся. В общем, я фанат хендмейда. И на такой позитивной ноте с моим не совсем богатым уловом буду заканчивать этот ролик. Большое спасибо, что провели время со мной. Подписывайтесь на канал. Впереди очень много видео о покупках секонд-хенда. Немножко лайфстайла, конечно, тоже будет. Все, я по традиции желаю хорошего вечера. Всем пока!